В этом видео я хочу рассказать о том, могут ли забрать Ивана Зола в армию и о тех фейковых видеороликах. Да, не успела вся эта история с Никоглаем утихнуть, как в чат вошел Иван. Недавно в YouTube начали заливать видеоролики с подзаголовком того, что Ивана Зола забирают в армию. Да, раньше тоже такое было, но это были чисто пранки, в которых был замешан сам Иван. И это всегда определялось тем, что Иван себя вел ну уж слишком неестественно в этих видеороликах и даже всерьез не воспринимает. Все эти фейки активно распространяет канал Данила Степанова со своими пустыми заголовками, которые не имеют ничего общего с самим видеороликом. Банальные примеры. Около десятка видеороликов с подзаголовком того, что Иван Зола будет драться со своему батю. Хотя сам батюк Ивана Зола сидит себе там и кринжуется всей этой ситуацией. И почему у них везде батя Ивана Зола записан как... Батя Ивана Зола у него имени нет что ли? Или фамилию он от своего сына взял? Так, мы кажется вообще не в тугу соедем. Так почему же интернет решил то, что Ивана Зола куда-то забирают? Если вы не знаете, у всей этой компашки есть общий телеграм-чат, где они и сидят. В этой группе Иван Зола запросил два кружка, где говорится с пуганым видом, что он сейчас находится в машине полиции. И его куда-то увозят под предлогом того, что его хотят забрать в армию. По мимике Ивана несложно понять то, что это не входило в его сегодняшний план. Ладно, не буду никого томить. Да, это все был розыгрыш. Причем, как я понял, по давности кружков, видимо, второй. Ой, блин, а ведь кто-то в натуре на это ведется. Так что же хочется сказать по итогам? Никто Ивана Зола не заберет и не будет забирать в армию. Когда человека с давним переломом не принимают, а тут человек с отклонением. Еще я знаю, какие батя Ивана Зола получил связи, вряд ли он вообще попадет в армию. Вот я не понимаю таких людей. Вам что, в вашей жизни неинтересно? Зачем вам следить за жизнью инвалид? А у меня на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!